У нас на дворе сегодня 1940 год. И в городском дворце пионеров и школьников проводится заключительный тур областной Олимпиады детского творчества. С самого раннего утра не умолкают здесь мальчишечки и девчоночки голоса. И это неудивительно, ведь сюда сегодня съехались десятки юных поэтов со всей области. Куйбышев, Борская, Кенель-Черкассы, Чапаевск. Десятки участников. Сотни поэтических строк. О самой лучшей стране в мире. Спасибо за счастье отчизны моей. Спасибо за ласку, что солнце теплей. За то, что ты мудрый закон написал и нашу страну от врагов отстоял. За юность мою, что не знает невзгод. За жизнь, о которой поет весь народ. За то, что ты каждому ближе отца. За то, что теплом наполняешь сердца. Словно цветы чудесного сада расцветают способности и таланты наших ребят под солнцем ленинско-сталинской заботы. Так сказал товарищ Жданов на 10-м пленуме ЦК Комсомола. И это правда. Ведь нет сегодня такой школы, где творчество ребят не принимало бы самые разные формы. Дети танцуют, поют, изобретают, приобщаются к науке, сочиняют стихи и рассказы. А самые лучшие свои произведения они посвящают великому другу советских ребят, товарищу Сталину. В этих стихах они и воспевают нашу цветущую родину и непобедимую Красную Армию. Вот сейчас готовится к выступлению юный поэт и будущий защитник нашей советской родины Юрий Твердин. Юрий есть на кого равняться. Его отец Дмитрий Твердин в 1917 году вступил в ряды большевистской партии, а потом был избран членом губисполкома и окружкома ВКПБ. Это он, Дмитрий Твердин, воспитал своего сына так, что если придется, он, не задумываясь, встанет на защиту родины. Стихи Юра пишет давно. И, наверное, спросим мы его, когда он написал свое самое первое стихотворение, он вряд ли ответил бы нам. Ведь очень часто, решая даже задачи по алгебре, он забывал про цифры и про формулы, и торопливым почерком писал на полях что-нибудь вроде «Где бы я ни был, где бы ни шел, советское небо, дышать хорошо, с улыбкую буду ходить по стране, найдутся повсюду товарищи мне». И товарищей у него и в самом деле немало. Одноклассники, друзья по двору, лидкружковцы. Ведь Юра уже давно занимается в литературном кружке Дворца пионеров. Многим памятна его первое появление в лидкружке. Дверь распахнулась, и на пороге вырос высокий юноша с серыми глазами и широкой улыбкой. Стихи его тогда были по-мальчишески неумелыми. А вот теперь они уже совсем другие, и Юра – настоящий поэт. А что, если песни я галстук одену? И с ней в пионерском ряду, что гордо идет комсомолу на смену, по площади красной пройду. Вождя на крыле мавзолея заметив, я крикну «Ура!» И в ответ Сталин и мне, и ликующим детям, пошлет, улыбаясь, привет. И радость горячее сердце встревожит. Ей грудь моя будет мала. Отдам ее детям, отдам молодежи, чтоб вечно цветущей была. Равняться можно было и Назарика, как звали друзья Захара Городисского. Даром, что лет ему было всего ничего. Но зато какие он писал стихи. Писал, как бы играя. Как будто строчки и рифмы сами собой слетали на бумагу с кончика его чернильной ручки. Он даже сейчас, когда все волновались и думали, как же они выйдут на сцену и будут читать стихи перед десятками незнакомых людей, был совершенно спокоен и что-то писал и зачеркивал карандашом в школьной тетрадке. Не иначе сочинял. Вот всегда так. Спросишь его, Зарик, а Зарик, как сегодня погода? А он на темно-синем небе поблескивают звезды. Мигает мне туманный, далекий, красный Марс. Да ладно тебе, Зарка, какой Марс? Мы идем купаться или нет? А он ласкаемая ветром, спит речка голубая. Кругом темно и мрачно. Лишь звездный свет уныл. Вот и поговорили о погоде. Но ребята на Зарика не обижались. Знали, что если будет нужно, он горой встанет за любого из них. С таким и в разведку можно. Да знаю я, что разведывать нечего. Но если придется? Если война? С семнадцатой ступеньки жизни Я радостно смотрю На ширь родной земли Все близко мне И дорого в отчизне Заводов гул И нежный запах лип Простор полей И быстрых рек теченье Шум городов И солнца Яркий свет И пенье птиц И тракторов гуденье Все это мне знакомо С детских лет И я люблю Страны своей просторы Морея безбрежность Тишину лесов Рощ молодых зеленой уборы И пересвисты птичьих голосов Страна цветет Как памятник тому Кто вел борьбу За счастье поколений Кто нес Его сквозь гряды долгих лет Тому Кого зовут Владимир Ленин Чье имя Стало символом побед И вот этого Кудрявого паренька Который готовился Сейчас выйти На эту сцену Здесь тоже прекрасно знали Тоже Лид Кружковец Хотя На занятиях Кружка появлялся Не часто Далеко ездить Ведь Жил-то он На четвертой просеке Пока обратно Доберешься Темень Хоть глаз колей Да в конце концов Разве Так уж обязательно Ходить на занятия В кружке Писать надо В тишине Так отвечал он На вопросы Ребят Если Есть у тебя талант Пробьется А нет Никакие занятия Не помогут Так-то оно Так Но вот Девчонки Не видя его На занятиях Все же Страшно жалели Вы ведь только посмотрите Какой он красавчик Кудрявый Ну почти Что Сергей Есенин И зовут тоже Сергеем Вот только фамилия у него Какая-то смешная Детская Кошечкин Ну Кто сегодня с такой фамилией Стихи пишет Фамилия должна быть Звучная Майковский Багрицкий А вот он писал Писал Немного Подражая Есенину Которого И вправду Очень любил И не соглашался С теми Кто называл его Упадническим поэтом Мол Какое мне дело Упаднический он Или нет Если стихи его Настоящие Ну вот Послушайте До свидания Друг мой До свидания Милый мой Ты у меня В груди Ну Какое это упадничество Это и есть Стихи Я стою На горе Озираюсь Вокруг Вижу Зелень полей Края Вольного Что за край Золотой Здесь лежит Предо мной Расстилается Он ковром Бархатом На горе Я стою И свой Край Узнаю Узнаю Волгу Мать Многоводную Узнаю Я Луга Золотые Поля Слышу Звук Я родной Рокот Трактора А взгляну Только Вдаль Вижу В небе Пожар Так Сияют Кремля Звезды Яркие Ветер Песню Поет Про того Кто ведет Верным Славным Путем Все Про Сталина Эта Тоненькая Книжечка Под названием Юные Поэты Вышла В Кульбышеве В том же 1940 Году Сдано В набор 8 июня 1940 Года Подписано К печати 19 июня Тираж 5000 Экземпляров Цена 75 Копеек Самому Старшему Из авторов Который напечатал В ней Свои стихи Было В 1940 20 лет И впереди У них У всех Как им казалось Была Целая Жизнь Правда У некоторых Из них Эта жизнь Будет Очень и очень Недолгой Как например У Юры Твердина В ноябре 1940 Его призовут В Красную Армию И направят В артиллерийскую Часть Политзанятия Старевая Подготовка О стихах Пока пришлось Забыть Еле-еле Вырывал Несколько минут Для письма Домой В первые же Дни войны Он Принял участие В жарких Боях С врагом Был ранен Лечился В госпитале Снова Встал В строй Чтобы с оружием В руках Гнать Фашистов С нашей Родины Погиб 12 марта 1942 Года Полгода Не дожив До 22-х Летия А вот Другой Юный Поэт Сахар Городистский Не дожил И до 20-ти В августе 43-го Его родители Получат Извещение О том Что Старший Сержант 866-го Полка Городистский Захар Матвеевич Верной Воинской Присяге Был Ранен И умер В госпитале Номер 3656 И похоронен В городе Зеленодольске Единственным Из тех О ком мы сегодня Рассказали Выжившим На войне Был паренек С четвертой Просики Сергей Кошечкин Он был Одним из самых Юных Авторов Этой книжки В 1940-м Ему Было всего 16 А через год Когда Началась Война 17 лет Но он Тоже Прошел через войну И встретил победу В боях За освобождение Чехословакии После Войны Он вернулся Домой На четвертую Просику Поступил В педагогический Окончил его Работал Редактором Волжского Комсомольца В правде Собирал Воспоминания Современников О Есенине И Всегда Помнил О тех С кем Начинал Свой путь В литературу И кто Лежал Теперь В безымянных Могилах На просторах Нашей Родины Я встану В строй Простым Красноармейцем Гордясь Скажу Волненье Не тая Страна Моя Ты на меня Надейся Отважен Буду я В боях И если Пулей Посланной Врагами Убит я буду В яростном Бою Мой одноклассник Крепкими Руками Сожмет Винтовку Верную Мою С вами Был Михаил Перепелкин Редактор субтитров